Продолжение следует... Вот сегодня опять тема... Идите, пока вас не остановят. Но вот... Сабли свои тупим за родную кровь. Вот... Понимаете, как... Вот... Я просто смотрел... Обстановку... Ну, как бы... С одной стороны, не безрезультатны труды наши... То есть, первое... Но все-таки... Вот до вот этих... Моей тематики, да? По... Западной Украине, да? Не было движения. Весь фронт военных действий разворачивался, все стрелки двигались только на восточной части. Ну, и потом двинулись на стрелки на Николаев, на Житомир. Но, видимо, на Житомире оказали сопротивление. Но мелкие городки уже падают там, на западной части Киева. Ну, и это вот меня радует больше, чем даже вот все... Почему успехи? Я как бы, ну... Вроде в восточной части все идет нормально, потихонечку территория отжимается. И, понятно, вся специфика этой операции. Тут надо как меньше... Можно меньше разрушить, меньше, так сказать, чтобы потерь было. И не затронуть мирное население, да? Ну, это все понятно. Но, значит, положительное то, что целый ряд, причем успешных ударов, авиаударов, то есть с кинжалами в направлении Львова. Ну, я там это освещал, сейчас не буду повторяться. Ну, и такой момент, все больше вот как-то идея вот эта вот о том, что нельзя топтаться только в восточной части, а надо двигаться одновременно. Ведь мы там появились одновременно в районе Киева, в районе Одессы, да? Да, ну, не доходя Одессы, конечно, ну, вот в сторону Николаева, надо было с первого дня, конечно, это двигаться. Сегодня мы бы, вот, ну, сколько там, ну, так, я не мерял, ну, допустим, 500-800 километров уже бы дошли, зашли за границу Львова. И, ну, я как вот предлагал, ну, если Житомир там оказал сопротивление, Николаев оказал сопротивление, ну, понимаете, все наши усилия сосредоточены на восточной части. И это создает косяк, косяк следующего порядка. Но противник уверен, что он не создает сплошной линии обороны по западной дуге, там, от Киева до Одессы. А надо было его заставить это сделать. Это оттянуло бы силы, это бы... А главное, вот это вот Львов, вот это вот Винница и так далее, там, ровно. Все это как вот ствол дерева, который питает вот это вот ядовитое дерево, да, которое вот это... Какой-то бандерляндью. Оттуда идут вот эти отравленные баксы, оттуда идет оружие, поставки и все такое, короче. И вот я, как бы, карту, может быть, не всем понятно, но я, как бы, приложил карту. Ну, как, ну, карту условно я там начертил на коленке, как, вот, по памяти там помнил, вот, украинскую. Вот, я потом сделаю более подробно, поэтому там не надо, там, критики. Вот, а важна просто здесь суть. И все-таки я думаю, что это правильно было бы отжать, проломить где-то дыру. Ну, не обязательно, я не говорю на северном фасе, но вот это вот фронт там, допустим, 800 километров. Ну, я там не мерил, может быть, там замерить, там, по-моему, даже тысяча, да, будет там километров, да. Не может быть, чтобы они его держали по всему. Там наверняка нету сплошной линии обороны, там не выкопаны окопы, там не, нету, там, линии Маннергейнма, там, короче, нету. А это дает нам возможность отжимать территории, вот, я там, ну, хорошо, Житомир оказал сопротивление, зайдите за Житомир, создайте там опорно, опорные пункты, да, пункты.